Всем привет уважаемые зрители и подписчики канала, с вами Армаг и сегодня мы с вами рассмотрим простенький пример от Alex SPL по поводу того как же создаются плагины для версии с HD модом в героях меча и магии 3 дыхание смерти. HD мод должен быть установлен обязательно, потому что без него не будет работать, также надо будет скачать такую вот библиотеку которая называется patch.api, она отдельно есть для Pascal подобных языков и отдельно для C подобных языков, например C++ и Delphi. Вот мы с вами будем рассматривать именно Delphi вариант, скачивается таким вот архивом, вытягивается эта папочка, точнее из папочки файлик, ложится внутрь папки где вы собираетесь делать файлик DLL, то есть вашу библиотеку, ваш плагин с какими-то новыми возможностями в игре или заменяете уже имеющиеся возможности. И дальше то что вам надо будет сделать, запускаете собственно Delphi, ждете пока запустится сама программа, после запуска программы вам надо будет работать уже не с формами, как вам более привычно, а нажать вверху файл, new, то есть новый проект. Выбираем other, то есть другое и находим с вами такой вариант как DLL wizard, вот так вот он выглядит, нажимаем на него, открывается вот такой вот код, куда мы собственно вставим с вами следующий код, который как раз был приведен там в примере. И попробуем с вами этот код разобрать, то есть Ctrl A выделяем, Ctrl V вставляем, смотрим. Итак, раздел uses, мы там объявляем с вами разные библиотеки, с которыми мы с вами сможем работать. Это собственно system, да, системная библиотека, sysutils, то же самое, windows для работы с windows. И через запятую добавляем с вами еще патч API, и поскольку он у нас лежит в папочке с нашим проектом, то Delphi должен знать, где его брать. Далее мы с вами вот здесь вот, видите, две дискеты, то есть сохранить все и выбираем, куда мы хотим сохранить. Ну, в нашем случае на рабочий стол, плагин Delphi, сохранить, все, у вас вот уже появились файлы проекта. Далее, в разделе var вы должны объявить разные переменные. В нашем случае вот p, переменная типа tpatcher, как раз с патча p появляется такой тип. И переменная p, это patcher instance. Далее, мы должны с вами создать необходимые процедуры или функции, которые будут что-то выполнять. В чем заключается сложность того, что мы с вами будем работать с Delphi и героями меча и магии. Исходников героев меча и магии открытых нет. И что мы можем с вами делать, так это мы можем узнавать, какой участок памяти за что отвечает. И либо в этот участок памяти вносить какие-либо изменения, это один из вариантов. А второй вариант, это подменять этот участок памяти. То есть говорить HD-моду, что вместо прошлого участка памяти, выполняйте новый наш, который мы с вами написали. И каждый раз, когда ему надо будет выполнить тот, он будет выполнять именно ваш. То есть вы работаете либо подменой, либо заменой. Заменять иногда неправильно, потому что этот участок кода может использоваться многими функциями и процедурами. И изменение в этом месте может повлечь за собой целую катувасию самых разных багов. Поэтому, особенно там константы всякие, когда меняете, лучше этого не делать. Надо рассмотреть все варианты, которые есть. По поводу того, где же узнать, какой участок памяти как называется и за что отвечает, то у ребят есть уже определенные наработки. Я тоже постараюсь оставить вам полезные ссылочки, которые вам помогут в этом деле в разбирательство. Оставлю ссылочку на портал Handbook и на раздел, в котором вы сможете задавать вопросы ребятам, которые уже более-менее разбираются в мододелании. Вы можете писать плагины, моды на C++, на Delphi и так далее, что вам, собственно, ближе. Но если у ребят будет желание и время отвечать на ваши вопросы, то они с радостью, конечно же, будут вам помогать. Итак, создается функция, называется Test Hook. Здесь в основном работа идет с хуками определенными. Вы создаете, внутри в скобочках указываете переменные и их типы, с которыми вы будете работать. На выводе, что эта функция выдает. Она выдает какое-то число типа Integer. То есть это целое число, скажем так. Либо с минусом, либо с плюсом. Дальше в разделе War объявляются следующие вещи. Во-первых, текстовый буфер. Для начала давайте поговорим о том, что будет вообще этот плагин делать. Когда вы будете стартовать какую-то игру и нажимать на кнопочку «Передать ход», у вас будет появляться сообщение о том, сколько дней уже длится игра. То есть раз нажали, вам выдаст сообщение, что один день идет. Два нажали, два дня, ну и так далее. Так вот, в текстовом буфере указываете, что это тип String. String это как раз текстовая переменная. То есть будет храниться какой-то текст. Ну а в скобочках стоит 200. Это, я так понимаю, ограничение идет на 200 символов. Типа больше этого текстовый буфер не сможет содержать. Далее, GameMGR типа P-Word. Тоже в принципе символьная переменная. И после этого мы еще получаем такую переменную, как Day, Week, Mount. Тоже типа Word. И Day это у нас, собственно, день какой идет. Week это какая неделя. И Mount это, собственно, сколько месяцев прошло. В зависимости от полученных данных в эти переменные, мы и будем с вами делать расчет. А вот с момента 1.1.1 до первый месяц, первая неделя, первый день, на сколько мы сдвинулись. Только сколько дней уже прошло. Вот как раз уже вы здесь начинаете работать с определенными участками памяти. С разными названиями и так далее. Получаете сначала, присваиваете в GameMGR через PTR определенное значение. Дальше, если вы знаете, где хранятся данные за день, за неделю и за месяц, вы их присваиваете в ваши переменные. То есть, вот здесь у вас как раз вы получили необходимые переменные. И только после этого вы уже будете заниматься тем, что будете проводить какие-то расчеты. А именно, текстовому буферу вы присваиваете типа ShortString, то есть укороченный вариант текста. Где у вас в одинарных кавычках написан, собственно, текст, который будет выдаваться. Это Hello, то есть Привет, World, Привет, Мир. Далее решетка 13, решетка 10. Ну, это перенос на следующую строку. Если вам надо не в одну строку написать, а в несколько строк, то можно как раз решетку 10 добавлять. И будет перенос на новую строку. Ну, решетка 13 вам тоже в этом деле будет помогать. Далее. Day Passed. То есть, пройдено дней двоеточие, пробел. И дальше через плюсик, собственно, добавляется следующее. IntoStR, то есть из числа переводится в строку определенные значения. Это берете день, и к нему добавляется 7 умноженные на недели. И к ним добавляется 28 умноженные на месяца. И от этого всего отнимается 36. Ну, и дальше идет Call. Call – это звонок. Еще не очень сильно я разбирался с тем, как работают хуки, как все это дело подменяется и так далее. Но вот пока что разбираем вот этот вот простенький пример. Поэтому дальше, я так понял, через Call идет, собственно, вызов нашего текстового буфера. Указываются какие-то его здесь особенности. То есть, нолик – это что-то отключено, видимо. Сейчас мы с вами отключим Аську, чтобы она нам не мешала. Нолики отключено, единички – это какие-то значения, минус один – тоже какие-то значения. Это тоже с этим надо будет разбираться по итогу. И дальше у нас есть Result. То есть, результат. Ему мы присваиваем стандартный .exe файл. То есть, его значение, я так понимаю. Поскольку Default – это значение по умолчанию. А exec, возможно, имеется в виду .exe файл. Ну, с этим тоже надо разбираться. И дальше вызывается еще одна процедура. Точнее, она здесь сразу же и объявляется. DLL main. Объявляется переменная reason. Integer – это тоже какое-то число. И далее вот DLL processEttage равно reason. Идет, в общем-то, проверка. Если DLL processEttage, я не знаю, правда, что оно делает, но что-то по процессу нашей DLL-ки. Вот если оно совпадает с тем, что указано в reason, в этом случае вызывается наш патчер. Создается плагин DelphiTest. И через хук мы вызываем наш тест хук. А тест хук – это вот эта функция, которая вызывается. То есть, вот эта верхняя функция, она вызывается через DLL main. И дальше, как работает, собственно, сама DLL-ка. DLL proc. То есть, процессу DLL-ки присваивается DLL main процедура. Вот эта вот. Она выполняется. И дальше DLL main вызывается и в него передается в качестве reason, я так понимаю, DLL processEttage. И таким образом выполняется все вот это вот дело. То есть, те, кто умеют программировать на Delphi, для них понять такие вещи, как создаются функции, как создаются процедуры – это, в принципе, несложно. Как объявляются переменные и какие типы под них выставлять – это тоже несложно. Как присваиваются какие-то значения – это тоже несложно. В чем заключаются сложности? Вот, например, для меня, поскольку я еще не разбирался, и для других, думаю, тоже будет. Во-первых, знать, собственно, заголовки участков памяти, с которыми нам придется работать, и то, как мы их будем с вами находить – это первый вопрос. Второй вопрос – это передача каких-то значений с учетом замены или подмены. Вот с этим тоже надо будет разбираться. Ну, и я думаю, в ходе там будут возникать уже определенные вопросы, потому что иногда в одном месте что-то надо менять, иногда во многих и так далее. Что надо сделать дальше после того, как мы сделали? Ну, собственно, еще раз сохраняем. Нажимаем F9, либо нажимаем вот этот вот зелененький треугольничек. Так, вам выдает вот такую вот ошибочку, что-то типа там не может быть создано по поводу параметров в диалоговом боксе. Но сама DLL-ка у вас, в принципе, в теории должна была создаться. Давайте посмотрим. Так, ну, в данном случае я смотрю, у нас как будто бы exe-файл создан, хотя должна была быть DLL-ка, да? А по поводу опечатки, которая была там на хендбуке, там system стояла и точка sysutils, там надо не точка, а запятая. Вот есть прошлый пример, который я делал, и в нем вроде как нормально все работало. Вот нажимаем F9, пишет тоже ту же самую ошибочку, и появляется вот project2.dll, видите? В папочке, если мы сейчас его удалим, вот мы снова с вами сейчас нажмем F9, и смотрите, он сейчас снова появится. После нажатия на F9. Можно попробовать перезапустить даже. Ну вот мы перезапустили DLL-фи, смотрим с левой стороны, появится ли файлик после нажатия F9. И мы видим, что да. После того, как мы нажали F9, у нас снова появляется файлик DLL. То есть это уже готовый плагин, готовая библиотека, которую можно будет подключать. Но теперь смотрите, какой момент мы с вами выяснили. Во-первых, если вы удаляете какой-то файлик или пытаетесь его изменить, то второй раз он сразу не работает, вам надо полностью DLL-фи перезапускать. Почему работает именно так, я не знаю. И это работает вот... Один раз мы создали с вами вариант, он работает как надо. Второй раз работает не так. DLL-фи не создается, хотя выдается то же самое сообщение. А может ли это быть из-за того, что в заголовке здесь указан, в принципе, у нас с вами восклицательный знак? Давайте проверим. Поскольку там у нас было без восклицательного знака. Так, все. Отлично. Вроде он у нас нигде не открыт. Просто делаем плагин на DLL-фи. Заходим туда. Приложение, собственно, можно удалить. Запускаем проект. Патча Пи как лежал, в принципе, так и лежит. А, заголовок пропал. То есть мы не скопировали самый верх, получается. Ну да, да. Просто не скопирован самый верх. Поэтому нашей библиотеке мы должны с вами дать какой-то заголовок. Library и там MyFirstDelphiPlugin. То есть мой первый DelphiPlugin. Или по-другому можно назвать. Но без заголовка, понятное дело, что... Работать не должно. И вот после этого, несмотря на то, что нам выбивает ошибку, Project2.dll появляется. И что с ним делать дальше? Вы его копируете. Заходите в папочку с героями. Аж три дата. Пакс. Именно здесь лежат плагины. Находите папочку. Или создаете здесь под ваш плагин. Как вы его там хотите назвать, собственно. Ну, в нашем случае это Mount Day, наверное, да. Вот сюда вот. Ну, здесь уже лежит такой файлик. Мы его можем с вами убрать, например. И вот так вот вставить. После этого запускаем. Ну, у меня он здесь подключен. Мы сейчас с вами заново. Нажимаем здесь подключить. С правой стороны. Находим наш плагин. Они идут по алфавиту, да. Вот. Mounts. Weekday. Окей. Заходим в игру. Неважно, одиночный или нет. Создаем карту. И пропускаем ход. После того, как мы пропустили ход, игра останавливается. Нам пишется сообщение Hello World. И пишется Day Passed 1. То есть один день пропущен. Нажимаем второй раз. То же самое. Пропущено дней два. Еще раз. Пропущено дней три. И так далее. То есть плагин у вас работает. И примерно таким же образом можно будет писать и другие плагины. Ну, вот. Чем больше я буду разбираться, если будет у меня хватать времени, тем больше буду вам показывать каких-то моментов, на которые следует обращать внимание. И где, что и как делать. Ну, и вы, если будете заниматься, опять же, я вам оставлю ссылочку. Специально. То есть вот есть... Вот такой вот сайт, который называется handbook.hmm.ru. Есть раздел, как создать плагин для HD-мода. И мы с вами рассмотрели вариант, который вот писал Alex SPL. Он здесь сначала пишет, как создавать плагины на C++. А немножечко ниже, вот плагины на Delphi. Вот, начиная с вот этого момента, можно почитать и посмотреть, как создается именно на Delphi. И есть уже определенные у него готовые варианты тестовые, которые вы тоже можете потестировать, посмотреть, как все это делается. И дальше здесь, ребята, уже на данный момент 167 страниц. Здесь общаются мододелы между собой, задают друг другу вопросы. И на основе прочтения, собственно, всей этой информации, вы можете тоже для себя открыть какие-то необходимые моменты, которые помогут разобраться. Поэтому в комментариях можете тоже делиться какими-то вашими наработками. Ну, а я буду стараться что-то находить интересное для вас, если будет время, и тоже показывать это вам. В том числе и ваши наработки, и те, которые будут у меня. Все, на этом у меня все. Надеюсь, что видео было полезно. Не забываем поставить палец вверх, подписаться на канал, нажать на колокольчик. И в группе ВКонтакте следим за анонсами следующих видео. Все, всем пока-пока.